Что нельзя делать с кистой яичника? Киста яичника это шарик с жидкостью, который растет из ткани яичника. По сути кисты могут быть разных форм, размеров, иметь разную структуру, но значит ли это, что надо всем женщинам предлагать какое-то лечение, операцию или гормональную терапию? Конечно же нет. Образования в яичниках могут вырастать достаточно внушительных размеров. От 3-4 см до 20-30 см и иногда даже больше. Когда мы говорим о кисте, то принципиально мы боимся двух осложнений. Первое это перекрут, второе это разрыв. Перекрут это когда яичник вместе с кистой закручивается вокруг своей оси и таким образом нарушается питание придатков, нарушается питание кисты. И это может привести к так называемой необратимой ишемии. Когда зона, в которой нету достаточного кровотока, просто-напросто погибает. Перекрут придатков, перекрут кисты яичника является абсолютным показанием к госпитализации и оказанию медицинской помощи. Чаще всего это хирургическое лечение. Хорошая новость заключается в том, что чаще мы можем раскрутить во время операции придатки матки, если еще не наступило необратимых изменений, и сохранить яичник. Второе осложнение это разрыв кисты. И мы боимся здесь, первое, разрыва кисты в том случае, если киста недоброкачественная, потому что попадание опухолевых клеток в живот может ухудшить прогноз. А второе, чего мы боимся, это кровотечение, потому что разрыв ведет к повреждению кисты. Развитие кровотечения в результате разрыва кисты требует также неотложной помощи хирурга-гинеколога. Чего же нельзя делать тогда, когда есть образование в яичниках? Основным фактором, вследствие чего происходит перекрут или разрыв, является повышение давления в животе. А повышение давления в животе происходит из-за физической активности, физических нагрузок. Это не значит, что надо себя полностью ограничивать, если вам поставили диагноз киста яичника. Есть статистика, согласно которой риск увеличивается разрыва или перекрута в образованиях больше 10 см. До 10 см риск не столь значительный. Тем не менее, если есть киста яичника больших размеров, то стоит в ряде случаев ограничить себя именно от интенсивных физических нагрузок. Именно от интенсивных занятий спорта. Это не значит, что полностью надо себя лимитировать во всем. Но тем не менее, лишняя осторожность не повредит. Гинеколог на приеме, в зависимости от характеристик кисты, которые есть у пациента, предложит детальный алгоритм, план наблюдения, если лечение на момент консультации не показано. И очень важно придерживаться этого плана, потому что кисты могут расти, могут менять свою структуру, форму. И принять решение о своевременном лечении принципиально важный вопрос. Продолжение следует...